Мои партнеры встали, так, привет, вам всех увидела, всем привет. Так, значит, начнем. Ну, у нас сейчас будет как бы не лекция, да, я тоже сразу хочу вам сказать, что будет именно мастер-класс, то есть я активно буду с вами работать залом, чтобы вы как можно лучше устроили весь материал, хорошо? Да. Ну, вообще хочу сказать в первую очередь, что вы молодцы, что вы сюда пришли, потому что, ну, вы входите в те 5% людей, которые вообще чего-то большего хотят от этой жизни, хотят обучаться, да, развиваться, то, что в субботу вы встали и пришли, это огромная уважуха, потому что, как бы, многие сюда не дошли, и все это вы должны понимать. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто вообще боится делать звонки, вот кто боится звонить, вот только честно. О, мало? То есть вам этот мастер-класс не нужен, да? Ну, вообще тема актуальная для вас? Хотите, да, чтобы больше народу приходило на встречи, чтобы больше парнеров стартовало, хотите, да? Ну, немножко зал спит, вот так. Спят, спят, да. Спят. Давайте поместим. Станцевать? Давайте поместим. Нет, сейчас у нас еще будет упражнение, да, в группах, поэтому, ну, а, вот я сейчас вас подниму. Станьте те, кто сделал, как минимум, 10 звонков. Вообще, в целом, с того момента, как вы стартовали, 10 звонков кто сделал? Так, теперь, значит, останьте, останьте стоять те, да, кто сделал 20 звонков. 30, 50, 100, 200, 300, 500, 700, окей, 1000. Ну, то есть, я так смотрю, что стоят те люди, у которых уже есть достаточно хорошие результаты, спасибо, то есть, ну, это прямо пропорционально. Я уже сделала, там, больше полутора тысяч звонков, но вот и результаты, да? Спасибо. Да, за год. То есть, на следующий год я поднимаю планку, у меня уже ежедневно, хочу делать каждый день 18 звонков, я так посчитала, чтобы у меня к лету там было сто первых линий, мне нужно делать ежедневно по 18 звонков. Ну, вообще, как преодолеть страх звонков? Ну, мало ли у нас рук было, кто боится вообще звонить, да? То есть, все... Боятся руку поднять. Ты знаешь, руку поднять. Ну, вообще, вот, ну, просто я по себе сужу, да, как бы вспоминаю свое начало, как я тряслась, боялась там первый звонок сделать, у меня все внутри переворачивалось. Я сейчас скажу конкретные, четкие рекомендации, да, вам, как вот этого избежать и как потом новичков научить. Потому что, ну, это важный навык, на самом деле, научиться делать звонки. Это один из навыков, который нужно в этом бизнесе освоить, да? Это звонки, это встречи, это запуск человека в бизнес, ну, еще поиск контактов. То есть, ну, в принципе, по всем этим темам на школу ездить. Так вы думаете, как вот можно преодолеть страх? И вообще, вот, чего человек боится? Вот, вот, например, отказа, да, боится? Что ему там скажут? Скажите, вот, ну, давайте подумаем. А что он скажет, что какой-то ерундой занимаешься, да? То есть, осуждение какого-то, кто боится, что вас осудят? Я боюсь, что вы. Да, да, да. Ну, мы так воспитаны, нас так растили на самом деле, да, как бы, что нет, это плохо. И у нас вот этот таракан сидит. На самом деле, без нет невозможно просто никакого успеха достичь. Вот любого успешного человека спросите, любого предпринимателя, что ему пришлось преодолеть, сколько отказов, что ему, вот, Стив Джобс, кто фильм смотрел? Стив Джобс. О, практически все, да? Вот сколько он звонил, чтобы один человек к нему дошел, в этот подвал, да, инвестировал денег. То есть, если бы он этого не сделал, не было бы Apple, понимаете? То есть, вот на таких людях строится история вообще. И вообще, как бы, ну, так, значит, боитесь вы, что вас осудят, да? Просто, ну, нет, это такой вот, это атрибут на самом деле. Ну, невозможно без нет, вы это понимаете? То есть, смотрите, как можно вот на начальном этапе очень эффективно преодолевать эти отказы. Вот как у меня партнеры делают. Они собирают не да, а нет. То есть, мы в чате пишем, то есть, у меня цель собрать 15 нет сегодня. Ой, там вечером пишут, не получилось 15, что-то да, говорят люди. Разборайте. То есть, когда вы акцент с да переносите на нет, вам становится проще работать. Вы можете завести, например, такой календарик, располосовать его по дням, да, и каждый день зачеркивать. То есть, вот нет, 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 нет. Естественно, будут да. То есть, в 10 лет вам один человек скажет да. Поэтому, ну, как бы, вот, например, возьмем магазин Adidas, да, любой другой магазин. Ну, вот предприниматели же не расстраиваются, что у них все подряд не покупают. Естественно, смотрите, да, получается как. Многие проходят мимо магазина, даже не заходят в него. Кто заходит, не все покупают. Правильно? Кто покупает, не все остаются постоянными клиентами. То есть, это закон больших чисел, это статистика. Также и в нашем бизнесе это статистика. Чем больше звонков вы сделаете, тем больше партнеров вас тратанет. То есть, это, как бы, ну, закономер. А что мешает? Можно. Тебе мешает? Тебе еще раз тратанет. Ну, это так, да, успокойся, я ничего забуду. Смотрите, значит, да, как преодолевать вообще страхи? Ну, прежде всего, должна быть уверенность в себе, да, в индустрии и в силе своего предложения. Как вы это понимаете? Телестанут. 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 Да, 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 вот я сейчас об этом хочу сказать. То есть, как? Вообще, это все сразу не приходит на самом деле, да? То есть, вы стартовали, это понятно, что вы, если никогда в жизни не звонили, то вы сразу не начнете круто звонить. Это такой же навык, который нужно наработать. И нужно сделать 100-200 звонков, чтобы у вас это получалось. Понимаете? Это я сейчас, то есть, я помню, раньше закрывалась куда-то в комнатку, там все, там, так это. Сейчас я свободно, легко, могу, там, вот здесь позвонить, да, вот в кафе где-то сидеть, позвонить. И не буду думать о том, что говорить. Это все нарабатывается. Главное, время и количество. Уверенность в себе, да, это очень важно. Человек на другом конце провода очень сильно чувствует. Верите ли вы в свое предложение вообще? Верите ли вы в свою индустрию? Понимаете? А как вот повысить, какие у вас предположения? Как вы можете повысить уверенность в ЛР, например, в компании ЛР? Вот было предположение, да, по продукту. То есть, получить какой-то результат по продукту и, ну, просто я сейчас понимаю, да, что если я не расскажу, то, ну, кто-то, кто-то. То есть, понимаете, да? Такой крутой продукт, который именно вот дает здоровье людям, и греб о нем просто не рассказать. Еще мероприятие. Реально греб. Да, вот второй пункт – это мероприятие. На мероприятиях у нас каким-то чудеснейшим образом усиливается наша вера в эту компанию. А почему? Потому что огромное количество людей, вот мы сейчас все здесь собрались, да, мы, в принципе, практически одинаково думаем. Да, мы все там хотим одного и того же. Мы все хотим Мерседеса, мы все стремимся к одним и тем же целям. Понимаете? То есть, вот такие школы вот мне очень помогли. Особенно в начальном этапе я постоянно по субботам подзаряжала свои батарейки. Когда я еще, ну, была не очень уверена, да, вообще в индустрии, в компании, я, ну, получала кучу отказов и приезжала в субботу на школу, подзаряжалась, и там, на следующую неделю опять, да, пошли, пошли, пошли. Сейчас, конечно, мне этого не нужно, но это просто привычки обращать школу. Ну, как бы, постоянно, постоянно, да, что-то новое все равно для себя черпаю, и мои партнеры здесь, как бы, да, как пример. Так, ну, давайте все-таки поговорим с вами. История успеха еще очень. Да, вот история успеха. Вот Настя самая лучшая. Да, вот подсказчица. На самом деле, да, вот меня очень сильно мотивируют другие партнеры. Партнеры с параллельных веток. Я очень люблю соревноваться. Я люблю читать историю успеха, там, молодых ребят в ЛР, да, скажем, там, Алена Мысина, Ирина Попова, Егора Сланова, много-много таких примеров. Я постоянно смотрю на их странички, я смотрю, как они растут. И, в принципе, я задаюсь вопросом, да, а почему не я, чем я хуже и так далее, да. Я работаю над собой, я смотрю, как они работают. Кто так еще делает? Кого вот это мотивирует? Так? Хорошо, но еще и не одна такая больная. Ну да, так, значит, основные рекомендации от меня, можете их записать. То есть, вот сюда я еще не успела утром напечатать, это круглый стол, я сейчас скажу, и тренировка со своим спонсором. Первая, да, ошибка огромная, нужно звонить абсолютно всем. То есть, мы, бывает, решаем за людей, там, а этому бизнес не подойдет, а этому надо, а этому не надо. На самом деле, нужно не решать за людей, потому что, как я уже говорила на той неделе, да, что те люди, которых вы, как бы, ну, не видите в своей команде, обычно приходят. То есть, как бы, ну, так получается. Смотрите, вот, чтобы не было каких-то заминок, ошибок, да, особенно на начальном этапе, нужно распечатать шаблоны. Кто знает, где, я сейчас дальше покажу, какие вообще есть шаблоны, какой целевой аудитории, какие шаблоны я использую, вы можете это что-то себе взять, да. В каком шаге у нас можно шаблоны скачать? Почему? Ничего, они с шагов не смотрят. Шаги, да, кто смотрит? Ну-ка подумайте. На каждом. На каждом. Очень странно. Так, а я же вроде спрашивал сейчас про шаги, да? Шаблоны по звонкам не в каждом шаге. Шаблоны по звонкам не в каждом шаге. В седьмом шаге. Нет, в седьмом шаге, да. В седьмом, конечно. В седьмом. Так, все, значит, после школы заходим в седьмой шаг. Да, а как вы вообще звоните, как, что вы говорите? Вообще. Ну, что я сделала, да, как бы со мной, можно сказать, спонсор не работал, то есть я как бы сама с собой работала. Вот, я распечатала эти шаблоны, встала на балкон, там было лето, июль, там мужа отправила с ребенком там погулять. И давай звонить. Люди приходили, я поражаюсь, как люди приходили, потому что голос дрожал, да, как бы, ну, и все равно люди приходили. Сейчас, конечно, у меня свои шаблоны. То есть вы со временем подстроите под свой язык какие-то свои фишки. Я сейчас читаю те шаблоны, по которым я звонила, и мне как бы, ну, смешно, потому что, ну, это не мои шаблоны, да? Понятно, да, ну, у всех есть шаблоны, лично их. Вот распечатанный листочек, конкретно, по которому вы звоните и читаете. Ну, то есть, если забудете, можете подсмотреть. Есть, да? Потому что я, ну, сколько звонков сделала, у меня до сих пор. Хотите, покажу? Вот так я работаю, да? Вот номера, все исчеркнуло, да? Как я вчера собрала, сегодня буду звонить. На бумаге пишу, да? На бумаге пишу. Вот мой шаблон. То есть я тут, вот смотрите, еще, да, такой момент. У меня их было очень много, да? Но здесь вот он весь исписанный. Почему? Вот, например, человек сказал какую-нибудь гадость, да? Я начинаю думать, я начинаю себя настраивать. Я думаю, вот пишу, да, мне нужны, там, команду лидеров, мне нужны чемпионы. Там, или, например, какой стиль жизни я могу этим людям дать, да? То есть то, что они нигде вообще не получат. Какие... Я предлагаю бизнес на миллион долларов. То есть я это пишу. И у меня увеличивается вера в то, что я предлагаю. И я дальше звоню с улыбкой. Понимаете? То есть, ну, очень хороший, там, момент. Кто так делает? Вы тренируйтесь, да, улыбайтесь обязательно. Вот можно одного человека сюда? Давай, Настя. Одного, пожалуйста, сюда можно? Ничего страшного, я не помню. Смотри, извините. Ну, кто-нибудь, да, там, не знакомый. Просто я сейчас хочу... Просто вы вживую видели мой разговор по телефону. Ну, как бы здесь связь не ловит? Ну, как будто бы, да? Спасибо тебе. Ваши, как раз. Отлично. То есть ты мне поможешь сейчас, да? Да. Ну, что я не скажу, ты можешь и рассказать. Возражения, конечно. А, возражения. Я не работаю с возражениями, если честно. То есть мне вообще... Да-да-нет-нет. Как там? Кирилл. Кирилл. Кирилл, вот смотри, какой момент, да? То есть все на первую неделю дала тело по социальным сетям. Вот я сейчас хочу, реально, чтобы вы увидели, как я звоню по социальным сетям. Например, ну, давай, да? Каждый день получил телефон. Да, получается, я ВКонтакте получила телефон, и я звоню этому человеку. Я хочу, чтобы вы сделали акцент, ну, вот обратили внимание, именно на настрой, на интонации, где вы ставите точки, на улыбку. То есть это не должно быть какое-то такое, да? Вот. Кирилл, да? Да. Давай, бери телефон. Ну, мы как бы уже рука не видим, да? Понятно. Алло, Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр, мы с вами ВКонтакте списывались. Есть минута? Да, конечно. Хорошо. Кирилл, давайте тогда для начала вам пару вопросов задам, чтобы уже для себя представление иметь. Конечно, конечно, спокойно. Кирилл, скажите, пожалуйста, в целом плане чем занимаетесь, где работаете? Ой, где я только не работаю. Из моей банки работаю. И работаю еще. И учусь на спорт, и занимаюсь. Хорошо. А как в целом со свободным временем? Какая у вас занятость? Нет времени, да? А вот вы мое предложение тогда рассматриваете с какой целью? Учить новый навык какой-то, да. Ну, то есть при желании время найти сможете, да? В выходные, как свободно. А, в выходные. Ну, хорошо. А вообще опыт предпринимательской деятельности был у вас? Нет. Ну, в целом задумывались в будущем об открытии своего дела на себя работать? А в какой сфере вы бизнес хотели? Еще не определился. Хорошо. Информацию какую-то удалось уже вам посмотреть на страницу ВКонтакте у меня относительно предложения? Нет, это еще не удалось. Ну, давайте тогда следующим образом поступим. Я вам ВКонтакте более подробную информацию предоставлю. Ссылку на видео, там все стоит на 15 минут. Когда будет возможность посмотреть? После работы на 1 минуту. 15 минут. Хорошо. Тогда я вам завтра ближе к вечеру наберу. Мы уже сможем конкретнее все обсудить. И если будет интересно, договоримся о встрече. Хорошо, конечно. Ну, все, всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания. Смотрите, конечно, тоже к этому шаблону долго шла. Было куча шаблонов. Я рассказывала про компанию, какая она у нас замечательная. Про машины, про звезды. Но люди не слушают. И всего 80% информации у нас воспринимается глазами. А остальная вся часть информации, это вообще просто не воспринимается ушами. Если вы хотите, чтобы человек не стартовал, то вы дадите ему презентацию по телефону, но он даже видео ваше смотреть не будет. Ваша задача заинтересовать, дать презентацию, человек посмотрит сам, да, своими глазами, то есть в спокойной обстановке он сможет вникнуть вот в это все. И потом уже перезвонить, обсудить, если конкретно ему интересно, то встретиться. Там есть еще пара видео, я там прикрепляю. Ну вот корпоративный наш, в чем-то 9-ти минутный, он хорош, и суть бизнеса ЛР, это вот Руслан Шакиров личный кабинет свой показывает. Ее могу прикрепить, в принципе, тоже там, ну понятно, например, ЛР изнутри, да. Чувствовался у вас позитивный настрой у меня в голосе, да, по телефону? Да. Вот человеку, то есть если я так говорю, то есть человеку даже, когда не идет энергия, человек даже не слушает. То есть нам всем не хватает энергии, да? Мы все хотим где-то подзарядиться, где-то ее получить. И... Кто-то не понимает. Ничего не понимает. Вот да, просто энергии не хватает, и что она нужна? Энергия нужна всем. Ну вот, понимаете, когда у вас звонит человек какой-то позитивный на энергию, вы сразу внимательно его слушаете. Вот поэтому это очень важно. И такой момент, если вам, например, вот у вас 10 звонков, да, вам второй человек там испортил настроение, например, да, вы стоите и улыбаетесь. Да, и чтобы энергия не упала, вам надо ее... Ну, она упадет, может быть, да, на начальном этапе особенно. Вы там, а ну, черт, эти звонки, да, там пойду я телевизор посмотрю. А чтобы этого не было, вы стоите возле зеркала, улыбаетесь, и вспоминаете, какой у вас чудесный бизнес там, что он может дать вообще, да? Значит, дальше, ну, в силе своего предложения, да, это мероприятие и так далее, позиция дающего, вот. То есть я никого не уговариваю, у меня такой четкий, вот, ну, внутри такой, как сказать, стержень, да, что я даю эту возможность человеку. Ну, позиция такая должна быть, не уговаривание. Всем понятно это? Да. Все с такой позиции звонят? Да. Или пока еще нет? Все. То есть желательно настраиваться на такую позицию. Кто звонят? Кто звонят? Хорошо. Ну, в общем, да, тоже важное правило, не затягивайте разговор, да? Вот мы сейчас поговорили, я не знаю, не засекала, там, ну, минуты две, да, наверное, не больше. То есть, в принципе, почему, потому что, ну, вы тем самым экономите время, у вас есть возможность большее количество звонков сделать, да, как бы кому надо, тот услышит. Кому не надо, как бы вы долго ему не рассказывали, это ни к чему, как бы, не приведет вообще. Ну, да, и если человек начинает вопрос вам задавать, бывает часто, да, что это такое, что за бизнес, а ты мне тут расскажи и так далее, и так далее. То есть вы говорите, ну, если вот в случае меня, когда я заранее скидываю презентацию, я говорю, давай ты посмотришь вот это видео, да, там вся суть есть, и потом уже с тобой все обсудим. То есть ты будешь знать вообще, о чем мы с тобой будем говорить. Сейчас просто смысла нет. Или же там, ну, вообще, если я не отбрасываю видео, то вот у Андрея очень хороший шаблон. Ну, вот эти шаблоны как раз, кто их видел? Странно, что многие не видели. Да, это седьмой шаблон. То есть это Андрей Веденев составил. Есть три категории людей, да, то есть это амбициозные, это близкие люди, и это все остальные. К амбициозным мы звоним так, да. Вы можете прочитать, я не знаю, стоит ли разручеваться. Но вы потом сами прочитаете, да, распечатайте. В шагах это есть, да, очень хорошие шаблоны. Берите, используйте. Особенно начальный список. Ну, вот это вот мой шаблончик такой, да, то есть я новичкам звоню, это тем, которые вот прям стартовали, и сразу в первый день звонят своим самым таким знакомым, да, там, друзьям, родственникам. Вот, привет, как дела, да? У меня к тебе есть интересное предложение, оно будет для тебя выгодным. Давай встретимся и пообщаемся. Там, об этом я могу рассказать только при встрече, телефонный разговор. И назначаете сразу заранее, там, знаете, сегодня-завтра, в какое время, да, там-то-там-то, то есть место уже заранее в голове как бы придумали, где, чтобы не было таких заминок. Договорились ты себе, запиши время, если что-то изменится, позвони заранее, пока. А, и вот, ну да, 10 таких разговоров. Ну, тоже вы можете посмотреть, посвящать потом, как приглашать владельцев крупных бизнесов, да, это мы бросим рекомендации. Да, да, да. Ну, вот просто, так, значит, вот мой шаблон. Тут тоже интересный очень шаблон, это когда вы можете взять контакт, например, на стене человека, да, или же контакт где-то в газете можете взять, ну, где угодно можете взять контакт. И тоже, как бы, наши наработки командные, Ирина Болокова, я, это составляли, Ира по нему работает уже, да, то есть очень достаточно эффективно, то есть если ты вещи немножко там подкорректировала, вот. Да, давайте прочитаю, да, Ольга, добрый вечер, меня зовут Александра, мы с вами не знакомы, мне вас порекомендовал ваш знакомый, как амбициозного человека. Это так, то есть если человек спрашивает там, а что за знакомый, да, ну, вы можете сказать, если человек не хочет, ну, если действительно не знакомый, да, ну, бывает, люди не спрашивают, то вы говорите, ну, я не знаю почему, но он, как бы, не захотел, чтобы вы ими озвучивали. Звоню по делу, есть минутка. Хорошо, вы в Москве живете? И то есть такой вот вопрос задается, да, Оля, я предприниматель, сотрудничаю с крупной немецкой компанией, мы сейчас расширяемся, ищу пару толковых людей в свою команду. Вас интересует возможность дополнительного заработка и обучиться современным бизнес-процессам? Ну, человек отвечает, если да, то дальше продолжается, если нет, то всего доброго, до свидания, да, понятно. Ну, если да, хорошо, так давайте тогда я для начала вам пару вопросов задам, чтобы для себя уже представление иметь. И да, и в принципе, вот, те же самые вопросы, что я сейчас прорабатывала с Кириллом в паре. И затем уже спрашиваете, куда информацию можно предоставить, да, это может быть, как ВКонтакте вы найдетесь, электронная почта, там, вот смс вам человек отправит, и вы можете сбросить эту информацию. Ну, давайте тогда сейчас, знаете, как поступим, пожалуйста, надо в парах проработать, и желательно, чтобы вы друг друга как бы не узнали. Можете так рассесться, можете встать, походить, найти себе пару, у нас времени мало, вот чем быстрее, тем лучше. Задание будет какое? Значит, друг другу звоните. Первый звонок, это звонок близкому человеку, приглашение на встречу, а второй звонок, то есть обменялись, да, сначала звонком близкому звоните, а второй звонок вы звоните по рекомендации. Потом я хочу еще, да, давайте.